Доброе утро! Слова депутата Гурдумы Александра Филиппова, цитирую, «Основная проблема состоит в отсутствии справедливой и независимой оценки учета перевоза льготных пассажиров. Эта отрасль – одна из самых непрозрачных в хозяйстве Перми, и перевозчики всеми средствами пытаются противодействовать созданию понятных условий игры». Предприниматель Игорь Колесников считает, что оптимальным вариантом является ежегодный постепенный рост тарифа, нежели редкое и резкое повышение. Цитирую, «Тариф посчитают примерно на уровне 27-28 рублей, но это не значит, что я выступаю за то, чтобы тариф просто был больше. Необходимо отталкиваться от реальных цен и обновлений парком», передает слова господина Колесникова, коммерсант Прикамье. Государственные медицинские учреждения Пермского края должны до начала октября описать имущество и оборудование больниц, а также составить подробный отчет об эффективности его использования, сообщает новый компаньон. В список неэффективного имущества были включены здания больниц, земельные участки, каражи, склады, также старые автомобили скорой помощи, аппараты УЗИ и МРТ. Все то, с чем могут поработать частники. Конкретные цифры, сколько зданий, сооружений и оборудований в итоге будет возвращено в муниципалитет, сегодня не оглашаются. Эксперты изданий предполагают, что в результате новой чистки имущественных комплексов порядка 50% медучреждений могут лишиться зданий, котельных и оборудования. Оптимизация коснется медперсонала, предполагают главврачи. Итоги турсезона подвела интернет-газета «Текст». Холодное лето и рост чартерных рейсов сделали свое дело. Турпоток в Перми этим летом существенно вырос. При этом главной причиной его роста стала Турция, пишет издание. Одна из причин такого натиска – стоимость перелета, которая в этом году равна сильно перелету до Крыма или Сочи. И если одни туристы вновь открыли для себя Турцию, то другие – Черногорию, китайский остров Хайнань и Доминикану. А вот на российских курортах в этом году ажиотаж меньше. Причина вся та же – высокая стоимость перелета и туров по сравнению с заграницей. Необычной тенденцией в этом году можно считать путешествия дикарями в Непал и в Гималайи. Цитирую. Такого не было никогда. Та же история и с Эльбрусом. Если пару лет назад покорение горной вершины считалось редкостью, то нынче это в порядке вещей. Пожалуй, только в этом году на Эльбрусе побывали сотни пермяков, говорит директор турагентства «Дом солнца» Евгения Друида. Популярным направлением для дикарей также стала Грузия. Новый поток туристов ожидается уже в этом году. Каким он будет, можно только догадываться. С вами была Юлия Якушева, программа «Медиаполе». Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok